МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главном. Жители поселка Садовое до сих пор не могут дождаться обещанного жилья и полной денежной компенсации. Мыши рядом, мухи рядом, грызуны всякие. Я уже по ночам не сплю, свет включу, я при свете не могу. В Карагандинской области в текущем году появятся новые детские сады, школы и больницы. 45 объектов социальной значимости будут сданы уже осенью. Многочисленные жители поселка Садовое до сих пор не могут дождаться обещанного жилья и полной денежной компенсации. После весенних паводков в Карагандинской области проблемы людей так и не решились. Кто-то живет в сараях, а есть и такие, кто ночует в гаражах. Мыши рядом, мухи рядом, грызуны всякие. Я уже по ночам не сплю, свет включу, я при свете не могу. А мне все-таки 10-15 лет. Я нынче на пенсию ухожу. Пенсионерка Надима Султанова показывает помещение, в котором живет уже два месяца. После паводков ее жилье сильно пострадало. Строителям пришлось его снести. В этом тесном гараже поместилась только кровать-телевизор. Пищу женщина варит на улице, а ее родные снимают квартиру в поселке Актау. Обещанные деньги после большой воды людям выдают лишь частями. У меня новый диван, за него 20 тысяч заплатили. Что за старый, в столетней давности 20 тысяч? Что за это? А за мебель вообще смешные цены. У меня новый телевизор под топом остался. Сколько? 90 тысяч заплатили. Он 200 тысяч стоит. Уже два месяца люди ждут, когда к ним придет реальная помощь от государства. Люди, живущие в Садовом, сегодня находятся в страхе. После начатых работ по возведению домов, строители вдруг работать перестали. После себя они оставили строительный мусор и большие ямы, наполненные дождевой водой. По словам местных властей, строительство приостановлено, потому что нет средств. Ну, дело в том, что сейчас задержка с этим фондом. И мы на них вот уже сидим. Вот перед вами я разговаривала с руководителем аппарата. Она сказала, разберется тоже. Потому что и я вчера разговаривала тоже с Матаном. Потому что у меня сил человек вообще, как будто бы документы потеряли. Я говорю, как это так? Ну, по реестру сдавали. Где вы их делите эти документы? Когда же начнут благоустраивать поселок Садовое после прошедших паводков, о кем поселка не знает. Чиновница уже устала раздавать обещания людям. Чтобы решить свои проблемы, местные жители готовы поехать в областной Кемат. Они хотят узнать, почему после стихии они остались без поддержки государства. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев. Первый Карагандинский. В Карагандинской области в текущем году появятся новые детские сады, школы и больницы. 45 объектов социальной значимости будут сданы уже осенью. Дошкольными учреждениями пополнятся города Балхаш и Жисказган. Средние учебные заведения будут построены в селах Курминская, Ботахара, Жумажан. Что может этому помешать? Об этом вы узнаете из следующего сюжета. Финансовое положение достаточно сложное. Строительство новых объектов в текущем году идет планомерно. Много трудностей доставили весенние паводки. Но несмотря на это, уже в августе планируют создать две средние школы. В селе Курминское на 320 мест, в Ботайкаре на 420 и в поселке Жумажан Жанна Аркинского района. Два детских сада примут более 600 малышей в августе и ноябре. Из предусмотренных 45 объектов, один объект в первом полугодии введен в эксплуатацию до сети телефонизации. И еще 40 объектов планируется ввести до конца текущего года. В том числе 6 объектов в развивании на общую сумму 2 миллиарда 888 миллионов тенге. Одна детская многопрофильная больница в нашем городе и 27 врачебных амулаторий в селах будут построены до конца года. Многие из этих строек финансируются напрямую из республиканского бюджета. Спорным остается вопрос о реконструкции Кировского отдела полиции. Для этого нужно подать заявку в Министерство внутренних дел. Также Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков взял на контроль многострадальную котельную в городе Сарань. Ее начали строить еще в 2012-м, но пока ввоз и ныне там. И управление строительства держать на контроле завершение строительства котельной в городе Сарань до начала отопительного сезона. Несмотря на то, что количество новых строек впечатляет, Акимобласти призвал всех смотреть на экономическое положение региона трезво. Возмещение убытков и возведение новых домов пострадавшим при паводках потребовало огромных затрат. Поэтому некоторые объекты могут быть закончены не в срок. Для того, чтобы ситуацию стабилизировать и закончить их возведение вовремя, госслужащие даже пожертвовали своей заработной платой. Повышение чиновникам с июля перенесли на январь 2016 года. Аймам Рина, Уржас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Сегодня в ночь с 13 по 14 июля по священному календарю исламской религии наступает одна из самых ожидаемых ночей. Хадр-Тюне – ночь бодрствования и поклонения Всевышнему. Также эту ночь называют часы предопределения. Какие блага ожидают неспящих и чем так полезна эта ночь, узнавал наш корреспондент Аймам Рина. Сегодня во всех мечетях священнослужители и прихожане проведут ночь предопределения. В храме Всевышнего обычной яблоку негде упасть. Залы переполняются жителями и гостями города. Все прихожане приходят с одной целью – поклониться Аллаху в Хадр-Тюне. Для всех постящихся готовится ужин разговения. Традиционно женщины и мужчины находятся в разных помещениях. В ночь предопределения имамы читают слова назидания, проповеди, рассказывают об основах ислама. В эту ночь предопределение Аллаху определяет судьбу человека на следующий рамазан. Ночь предопределения Аллаху дает книги, которые были написаны, судьба человека дает ангелам. По этим книгам ангелы действуют до следующего года. Во время рамазана дни и ночи являются священными. Особенными считаются последние 10 дней, поскольку на эту неделю выпадает Хадр-Тюне. Эта ночь равна тысячам месяцев поклонения. В ночь предопределения Аллахом был неспослан Куран. Поэтому добрые деяния в Хадр-Тюне воздадутся с троицей. Если люди будут соблюдать пост искренне, от всей души, то прежние их грехи будут прощены. В Хадр-Тюне с небес спускаются почти все ангелы. Как сказал пророк Мухаммад, поистине в ночь предопределения Хадр-Тюн ангелов на земле больше, чем камней. С вопросом, будут ли ждать эту ночь карагандинцы, мы обратились к гражданам города. В этот священный день охота поздравить всех мусульман, всех наших карагандинцев, казахстанцев с этим днем. Желаем всем счастья, благополучия. В Хадр-Тюне мы не будем спать. Будем молиться, просить Аллаха о прощении грехов всей семьи. Сегодня даже погода чудесная. В Хадр-Тюне мы сначала встречаем дома за праздничным Дастарханом. Потом с семьей пойдем в мечеть. Будем просить тишину и спокойствия за всю страну. Сегодня в Центральной и областной мечети Шахтерской столицы в 21.00 состоится ОЗАШАР. Ужин разговения с главой региона Нурмухамбетом Абдебековым. С 11 ночи до 3 утра наступают часы предопределения. Все желания, загаданные в эту ночь, сбудутся. Все желающие получить САУАП благословение могут посетить мечети или бодрствовать дома. Аймамрина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. СПОНСОР ПОКАЗА Сегодня в Караганду приехала французская компания БТН Инженерии, которая работает свыше 25 лет на территории СНГ. Последние два года она вела в Казахстане проектирование ветряного парка в городе Ерементау и биомассовой станции в городе Текили. Компания БТН Инженерии в настоящий момент занимается проблемой промышленных и твердых бытовых отходов казахстанских городов. После тщательного исследования и во время многих встреч проект реализован в крупных регионах страны. Ноу-хау недавно был представлен Министерству финансов Франции. Они уже выделили 450 тысяч евро на его реализацию. Мы хочем начать в Караганде, потому что здесь много компаний и промышленных отходов, которые тоже могут быть токсичны. И надо, чтобы избавиться от геологических проблем, потому что эта тема сегодня очень важна, и надо заранее этим заниматься. В настоящий момент французская компания определяет пилотный город для реализации своего проекта и ищет, кто станет помогать им для эффективной реализации и достижению конкретных результатов. В связи с этим состояла встреча компании БТН Инженерии с промышленными предприятиями области и представителями администрации области и города, и ответственных за реализацию программ по управлению отходами. Дело в отношении экс-премьер-министра Республики Казахстан, а также экс-министра обороны Республики Серика Ахметова и других бывших чиновников, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности, направленной в суд. Серик Ахметов, как информирует прокуратура, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере – 2,5 миллионов долларов. Среди фигурантов этого дела расследование, которого велось с прошлого года, значится также бывший аким Карагандинской области Боржан Абдишев, бывший аким города Караганды, Мирам Смогулов и еще 18 человек. Ахметов ушел в отставку 22 октября прошлого года с поста министра обороны с формулировкой «по собственному желанию». Спустя несколько недель стало известно, что его подозревают в коррупционных преступлениях. Серик Ахметов был задержан в ноябре 2014 года и с тех пор содержится под домашним арестом. В связи с началом судебных заседаний в областном межрайонном суде завтра будет проведен брифинг для представителей средств массовой информации. Продолжаем выпуск. Мастер-класс по восстановлению функций коленного сустава и лечения стопы провели в областном центре травматологии и ортопедии имени профессора Макожанова российские и немецкие специалисты. Клиника имени Макожанова известна не только в Казахстане, но и далеко за пределами постсоветского пространства. Здесь делается до 200 операций в неделю. В прошлом году центру была вручена премия Европейского общества исследований качества, а Европейская бизнес-ассамблея посчитала Макожановку лучшим предприятием года. Подобные мастер-классы становятся традиционными в деятельности Макожановки, как с любовью называют областной центр травматологии и ортопедии в Караганде. Центр развивается очень динамично и одним из новых направлений дальнейшего развития центра является частичная ортопластика коленного сустава. Вот, собственно, это и есть наша цель. Уже сделано четыре успешных операции на колени. Дальше карагандинские хирурги начнут их делать самостоятельно. Существует более десятка различных патологий и заболеваний, связанных со стопой. Их причинами могут быть как индивидуальные анатомические особенности конечности, так и различные травмы. В некоторых случаях невозможно обойтись без операции на стопе. Этим и занимаются немецкие специалисты, которые передают тоже свой опыт и наработки в этой области казахстанским коллегам. Международные связи Макожановки крепнут из года в год. А еще медики центра готовятся встретить столетие со дня рождения своего учителя, основоположника травматологии как науки в Казахстане и основателя областного центра травматологии и ортопедии в Караганде Хафиза Жанабаевича Макожанова. Сергей Высокосов, Исламбек Успан, Норман Нартаев, 1-й Карагандинский. Звени труба победный марша. Около 500 новобранцев воинской части 6505 регионального командования Урталы к Национальной гвардии Республики Казахстан приняли присягу и стали настоящими защитниками Отечества. Я, гражданин Республики Казахстан, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь до последнего дыхания быть преданным народу Казахстана и его законно избранному президенту, свято соблюдать конституцию и законы моего суверенного государства. Строки воинской присяги впечатываются в душу каждого солдата. Воинская часть 6505 внутренних войск – одна из самых старейших и крупнейших в Казахстане. Она была образована в 1956 году прошлого века. Следующий год для воинской части станет юбилейным. Она отметит свое 60-летие. На плац вносится святыня части – воинское знамя. За время службы солдаты-срочники перенесут многое, но главным событием для них останется присяга. На сегодняшний день к нам прибыло около 500 молодых солдат из разных уголков нашего независимой республики Казахстан. В течение 12 месяцев данные молодые ребята будут проходить службу в разных подразделениях нашей бригады. История бригады славная. Ее бойцы не только стоят на охране объектов исправительных учреждений, но и принимают активное участие в строительстве Караганды и других городов Казахстана. Их можно увидеть в патруле на улицах шахтерской столицы. Они охраняют спокойствие граждан. При необходимости помогают населению при чрезвычайных ситуациях. И, конечно, с честью смогут выполнить воинский долг по защите страны. Смысл присяги в том, что это священный клятву, доведусть Родины, народу, законно избранному президенту. Военный присяг – это правовое и нравственное обязательство самопережно защищать свое отечество, свободу и независимость. Присяга – это торжество и демонстрация верности Родине. Стало традицией приглашать на воинскую церемонию ветеранов и родителей солдат. Они с трибуны напутствовали молодое поколение. А их дети твердо сжимают автомат и вникают в торжественные слова присяги. Рад, что я попал в национальную гвардию. Горжусь тем, что я оказался здесь. Призываю всех молодых ребят отдать дело к своей Родине. Чтобы гордились все. Мне, а в роду, мне. Ну и пожелать всем удачи. Вот так и передается военная эстафета от прошлого к будущему. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. 30 школьников с ограниченными возможностями развития исполнили любимые песни на большой сцене. Так, общественное объединение Ахбута решило привить толерантное отношение ко всем участникам концерта. Николай Кровец расскажет подробно. В Центральном парке культуры и отдыха много детей. Сюда малыши пришли вместе с родителями, чтобы показать всем жителям нашего города, как красиво они умеют исполнять песни. София Кузинская на сцене не в первый раз, поэтому чувствует себя уверенно. Девочка исполнила песню про ангелов. Праздник песни состоялся при помощи Центра поддержки детей и подростков с ограниченными возможностями развития Ахбута. В этом году общественная организация стала победителем ярмарки социальных идей и проектов «Траектория добра». Этот проект имеет уникальную такую возможность раскрыть детей, таланты, творческие способности. И, конечно же, вот эта акция сегодняшняя, акция, поддержанная фондом первого президента, называется «Мы разные, но мы дружим». Это акция о поддержке прав человека. Такие мероприятия нужно проводить почаще в Караганде, считает руководитель Центра Ахбута. Они воспитывают толерантные отношения друг к другу. Николай Кровец, Аденжакан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Карагандинские слуги народа с легковых авто временно пересели на двухколесный транспорт. Таким образом, представители государственных органов решили поздравить нашу столицу с днем рождения. Перед стеллой независимости небывалое количество велосипедистов. Это не очередное соревнование среди профессионалов, а праздничная акция ко дню рождения столицы. И вместо спортсменов готовы крутить педали государственные служащие. Наверное, призыв президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что наша нация должна быть здоровой, сподвигла их на такой смелый шаг. Государственные служащие, чтобы они были здоровыми, веселыми, жизнерадостными. От того, что государственные служащие занимаются спортом, КПД их повышается. И, соответственно, те задачи, которые стоят перед ними, они решают. Больше ста представителей государственных организаций собрались принять участие в велопробеге. Без помощи обычных карагандинцев, среди которых студенты вузов, бизнесмены и учителя, не обошлось. Перед забегом всех участников развлекали творческие коллективы города. Перед стартом всех участников акции, которым предстояло пройти большую дистанцию, прозвучали на путстве. Финиш запланированной программы «Флэшток» на проспекте республики. Таким необычным способом слуги народа поздравили нашу столицу с днем рождения. И в завершении выпуска еще об одном. Жаркая игра «Шахтер» и «Атрау» расстроила фанатов обеих клубов. Футболисты сыграли в ничью. 1-1. С таким счетом закончился матч 20-го тура премьер-лиги, который состоялся 11 июля на нашем стадионе. За захватывающей и нелегкой игрой следил наш корреспондент Аима Мрина. Футбольное поле на стадионе «Шахтер» буквально горело от накала эмоций. Обе команды пытались доказать свое превосходство. Палящие лучи солнца и безуспешные попытки нападающих забить мяч соперникам – все это лишь раззадоривало футболистов. Вроде бы и играли в полную силу, но добиться победы ни оранжевым, ни белым не удавалось. Первый гол во втором тайме после подачи углового забил шахтеровец Никола Василевич. Но ответ не заставил себя ждать. Также после корнера «Атрауски» Стефан Эсаме поразил ворота наших спортсменов. В последующие волнующие минуты страсти около мяча разгорались нешуточные. Но итог – ничья. Около двух с половиной тысяч болельщиков были расстроены. «Футбол – такая игра. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Но сегодня мы старались. Чего не хватило, пока сказать сложно». Гол от «Шахтера» был для нас неожиданным. Мы хотели победы, но получилась ничья. Так игру своих прокомментировал главный тренер «Атраусской команды» Владимир Никитенко. А наставник «Шахтеровцев» чекотливую ситуацию с ничьей назвал неплохой. Выводы о работе спортсменов делать рано. Сначала нужно сделать анализ, говорит Игорь Захаряк. «Сложно сказать, потеряли мячку или приобрели. Но есть позитивные моменты, которые в строительстве новой команды обозначаются. Для меня это самое главное. Путь вперед, он непростой, он кропотливый. И вижу, что на этом пути есть определенные позитивные изменения». Несмотря на такой исход, сами футболисты не отчаиваются. Для них важна победа. Поэтому они готовы делать работу над ошибками. Следующая игра состоится 26 июля с командой из города «Тарас». Аймамрина Айденжакан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Соболмстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова